Сегодня в программе. Какие растения, внешне похожие друг на друга, распространённые практически как сорняки, являются ещё и лекарственными? Какое растение издавна на Руси использовалось пищу, а во время Великой Отечественной войны спасло миллионы жизней? А также, отвар из какого растения используют для лечения язв, гастритов и других заболеваний желудка? Растения, про которые я расскажу в сегодняшней программе, известны наверняка практически всем и являются почти сорными. Оба этих растения немножечко похожи друг на друга. Они формируют мелкие белые цветки, которые собраны в довольно обширное соцветие на верхушке растения. Но тем не менее, несмотря на внешнее сходство, эти растения родственниками не являются. И относятся они не только к разным родам, но даже к разным семействам. Первое растение, про которое я расскажу в сегодняшней программе, наверняка известно каждому дачнику, как злостный сорняк, с которым очень тяжело бороться. Но о методах борьбы с этим растением мы расскажем чуть-чуть попозже. А для начала про его полезные свойства. Например, во время Великой Отечественной войны это растение спасло очень многие жизни. Его использовали в пищу. И даже в крупных городах были специальные службы. Людей отрежали весной и в начале лета за город для сбора этого растения. Его использовали в пищу в свежем виде, в салатах, в супах. И даже заготавливали на зиму. Квасили, как капусту. Преподобный Серафим Саровский во время своего трехлетнего поста питался в основном только побегами этого растения. И пил ключевую воду. А это говорит о том, что в нем содержится очень много питательных веществ и различных необходимых для здоровья витаминов. Серафим Саровский называл это растение снетью. Или снеть травою. Снеть в русском языке означает вкусная пища, еда. И научное название тоже похоже на слово снеть. Это растение называется сныть. Сныть. Род многолетних травянистых растений семейства зонтичные. Сныть хорошо растет только на плодородных почвах, богатых гумусом и элементами минерального питания. Сныть издавна использовалась на Руси как пищевое растение. Обладает общеукрепляющими, противогипоксическими, противовоспалительными и более утоляющими свойствами. На Руси сныть называли снеть травой, сниткой и дедильницей. Латинское же название, родовое, имеет происхождение от двух греческих слов. И в переводе означает козья нога. Возможно, это связано с тем, что по форме листья немножечко напоминают след раздвоенного козьего копытца. Видовой же эпитет растения, сныть обыкновенная, подагрия. А это уже говорит о том, что растения это использовали для лечения таких заболеваний, как подагра и ревматизм. Сныть – это многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству зонтичные. Надо сказать, что к этому же семейству относятся и множество других опасных растений. Например, цикута или вех ядовитый. Одно из самых ядовитых растений средней полосы России. К этому же семейству относится и такое опасное растение, как борщевик. Это растение может вызывать серьезные химические ожоги у людей, которые дотронулись до его листьев. Сныть обширно распространена практически по всей европейской территории России, кроме Крайнего Севера. Встречается она и на Северном Кавказе, и в Западной и Восточной Сибири. Растение это можно встретить практически на любой опушке, вырубке, вдоль дорог, на территории садов и огородов. Растет оно и под пологом леса, причем как в лиственных лесах, так и в еловых. Особенностью этого растения является то, что ранней весной до распускания листьев молодые листочки сныти очень светолюбивые. А в более позднее время, когда лист на деревьях уже распускается, и тень на поверхности земли становится более густая, растение это становится теневыносливым. Сныть – это многолетнее травянистое растение высотой до одного метра. Стебель сныти обычно одиночный, выходящий из прикорневой розетки листьев. Стебель слегка борощатый, ветвящийся, обычно он голый или слегка-слегка опушенный. Внутри стебель полый, то есть там находится пустота. Прикорневые листья у сныти длинно-черешковые, поднятые над землей до 20 и даже более сантиметров. Сами листья сильно расчленены, они дважды и трижды пересторасщеченные. Сами листья на нижней своей части слегка опушены. Стеблевые листья расположены на более коротких черешках и как бы стеблеобъемлющие, то есть стебель вложен в основание листа. Эти листья более мелкие и расчленены несколько меньше, чем листья, которые расположены около земли. Каждый листочек имеет продолговато-яйцевидную форму с пильчатым краем. Ширина листа достигает 5 сантиметров, а длина его может достигать 10-12 сантиметров. Это очень важный отличительный признак этого растения от многих других растений семейства зонтичные. Цветки у сныти очень мелкие, белые и собраны в соцветия сложный зонтик. Каждый такой зонтик состоит из 20-30 лучей, а на каждом луче находится до 20 цветков. Всего же в этом соцвете может находиться до 500 цветков. На всем растении, учитывая то, что соцветий этих несколько, до нескольких тысяч цветков. Цветки эти зацветают одновременно. Поэтому, когда сныть цветет, возникает такое ощущение, что над зеленой поляной парит белое облако. Цветки эти очень богаты нектаром и привлекают различных опылителей. Опыляются они в основном пчелами, мухами, жуками. Вообще, можно сказать, что растение – это мечта энтомолога, потому что на нем можно найти очень интересные экземпляры. Цветет сныть в июне-июле, а в июле-августе на месте цветков образуются семена. Семена несколько продолговатые, размером до 3 мм, немножечко сплюснутые с боков. Учитывая то, что на одном растении может находиться до 3000 цветков, а соответственно и семян, а срок жизни одного растения сныти составляет до 50 лет, то несложно подсчитать, какое количество семян может дать всего лишь одно растение за всю свою жизнь. Но и это еще не все способы размножения. Дело в том, что сныть – растение корневищное. Мощное корневище, которое расположено горизонтально под землей, несет на себе несколько тысяч почек, каждый из которых может дать новый побег. И в затененных местах, где цветки не формируются, сныть распространяется именно таким способом – вегетативно. Именно поэтому с ней очень тяжело бороться. Сныть на Руси издавна использовалась как растение пищевое. Но, как говорил Гиппократ, любая ваша пища должна быть лекарством. И, конечно же, медицинские свойства этого растения обуславливаются веществами, которые входят в его состав. Ну, например, растение содержит большое количество витамина С. И, соответственно, используется при различных простудных заболеваниях. Кроме того, здесь содержится огромное количество различных микроэлементов. Это и калий, и кальций, магний, железо, что очень важно для нормального кроветворения. Бор, титан, цинк, селен и многие другие микроэлементы, так необходимые нашему организму. Сныть содержит еще и сапонины, ферменты, способствующие нормальному пищеварению, аминокислоты. И питательная ценность этого растения обеспечивается за счет белков и углеводов, которые содержатся в основном в корневище и стеблях сныти. Побеги сныти содержат большое количество фитонцидов, некоторое количество эфирных масел и флавоноидов. Именно эти вещества обеспечивают характерный запах растения. Если растереть листьев в пальцах, то его можно почувствовать. Растение это на Руси традиционно применялось в очень разных сферах. Чаще всего его использовали как кровоостанавливающее и ранозаживляющее. Кроме того, содержание железа и некоторых других элементов в этом растении способствовало улучшению кроветворной функции организма. Сныть также использовалось как иммуностимулирующее, общеукрепляющее средство, как средство, нормализующее обменные процессы. Кроме того, растение это обладает мочегонным свойством и, соответственно, использовалось при некоторых заболеваниях, связанных с застоем жидкости в организме. Сныть же использовали и для улучшения пищеварения, потому что, как и любая клетчатка, она способствует нормализации работы желудка и кишечника. В медицинских целях у сныти используются в основном надземные части растения. Например, при заболеваниях бочек и мочевого пузыря делают настой из побегов сныти. Готовится он следующим образом. Берется 2 столовых ложки измельченных побегов сныти и заливается стаканом кипятка, после чего настаивается в термосе в течение 1 часа. Пьется перед едой, перед каждым приемом пищи по 50 миллилитров. При заболеваниях суставов, например, при подагре и ревматизме, используют свежий сок этого растения, которым натирают суставы. Или готовят кашицу из побегов и листьев, помещают ее в марлю и прикладывают к больным суставам. В некоторых случаях в медицинских целях используются и подземные части сныти, то есть корневища. Добыть их очень просто. Они очень обильны и расположены в верхних слоях почвы. Например, при заболевании органов пищеварения используют спиртовую настойку корневищ сныти. Готовят ее следующим образом. В литровую банку помещают измельченные корневища сныти, заполняя ее примерно на 1 треть. После чего заливают водкой или 40% спиртом. Банку закрывают и ставят в темное помещение на 10-15 дней. Полученную настойку фильтруют через несколько слоев марли и пьют по 20-30 капель за 20 минут до еды. Курс лечения составляет около 1 месяца. Для использования в зимний период сныть заранее заготавливают и сушат. Заготовку производят в два этапа. Первый этап – это заготовка надземных частей растения. Его производят в период цветения растения, то есть в июне-июле месяце. Заготовленные побеги сушат сначала на открытом воздухе, а потом досушивают в специальных сушилках при температуре 25-30 градусов или в духовке при маленьком нагреве. Хранят это сырье в стеклянных банках с плотно закрытой крышкой. Второй этап – это заготовка корневищ, то есть подземных частей растения. Его лучше всего производить в тот период, когда растение уже отцвело, то есть это июль-август месяц. Корневища выкапываются, тщательно моются, режутся на небольшие кусочки и сушатся под навесом на открытом воздухе. Досушивать их также можно в духовке или в сушилке. Корневища лучше всего хранить в деревянных ящичках, выложенных бумагой. Срок хранения сырья, как надземного, так и подземного, составляет один год. На Руси сныть использовалась и как пищевое растение, причем значение его было довольно велико. Существовала даже такая поговорка – дожить бы до сныти, то есть до первых весенних листочков. Сныть добавляли в супы, в щи, окрошки, ее тушили с овощами, ее заготавливали на зиму, квасили как капусту и даже мариновали. Сныть используется и как декоративное растение. Существуют даже специальные пестролистные формы сныти. Но нужно помнить о том, что так же, как и обычная сныть, пестролистная тоже очень быстро размножается и заполняет собой все предоставленное ему пространство. А вот бороться с этим растением будет уже очень сложно. Лучше всего в этом случае перекапывать почву и удалять из нее корневище сныти. Но это бывает, возможно, далеко не всегда. В этом случае для борьбы используются гербициды. И еще. Сныть – это растение замечательное в том плане, что не существует никаких противопоказаний. Вы можете использовать его в пищу и в медицинских целях в любой ситуации. Второе растение, про которое я расскажу в сегодняшней программе, имеет массу народных названий. И все эти названия, конечно же, каким-то образом связаны с его внешними признаками или свойствами. Например, за белые цветки растение называют белой кашкой или белоголовом. А за его способность останавливать кровотечение его называют порезная трава, кровавник и плотничья трава. Кроме того, растение это использовали вместо нюхательного табака. Поэтому еще название его – это чахотная трава и носочистка. Но существуют и более романтичные названия этого растения. Например, девичьи пупки или ресницы Венеры. Но, пожалуй, самое распространенное название – это солдатская трава. Дело в том, что растение это использовали солдаты и Македонского, и Суворова, и многих-многих других армий. Практически у всех них в рюкзаках, в ранцах находился порошок или сушеные побеги этого растения. Растение это – тысячелистник обыкновенный. Тысячелистник – род растений семейства Астровые или сложноцветный, включает около ста видов. В медицинских целях тысячелистник собирают во время цветения. В листьях и соцветиях содержится эфирное масло. Настой и жидкий экстракт из листьев и соцветий тысячелистника применяют как кровоостанавливающее средство, а также в составе так называемого аппетитного чая. Латинское название тысячелистника – Ахиллея. И связано это с именем героя Троянской войны Ахиллесом. Его наставник, кентавр Херон, лечил Ахиллеса от телесных ран именно этим растением. А русское название – тысячелистника – произошло также от латинского корня. Дело в том, что видовой эпитет тысячелистника обыкновенного – «миллефолиум» переводится как «тысяча листьев». Тысячелистник относится к семейству сложноцветные, или, как его сейчас называют, астровые. К этому же семейству относятся и множество других хорошо известных нам растений. Например, ромашка, подсолнух, георгин, астра и многие другие. К роду тысячелистник принадлежит около ста видов, и примерно десять из них встречаются на территории нашей страны. Среди них есть и такие, которые занесены в Красную книгу. Кроме того, существует огромное количество культурных сортов и форм тысячелистников, которые выращиваются на дачных участках. Тысячелистник – это многолетнее травянистое корневищное растение высотой от 20 сантиметров до 80. В некоторых случаях он может быть и большей высоты. Побеги тысячелистника обычно прямостоячие или слегка изгибающиеся вдоль земли. Побеги ветвятся не очень сильно. И на каждом боковом побеге сверху находятся соцветия. В период цветения соцветия находятся примерно на одинаковой высоте. Листья тысячелистника дважды переста рассеченные и имеют вид, немножечко напоминающий вид птичьего пера. Листья, которые расположены около земли, черешковые и более крупные. Листья, расположенные на стебле, сидячие и расположение их очередное. То есть они располагаются на стебле последовательно один за другим. Цветки у тысячелистника очень мелкие. И то, что мы назвали бы цветком, является целым соцветием. Такой тип соцветия называется корзинка. В этом малюсеньком соцветии по краям расположены стерильные цветки, не несущие тычинок и пестиков, то есть не участвующие в размножении, а служащие только для привлечения насекомых. В центре такой корзинки находятся цветки, в которых и будут формироваться семена. Все эти корзинки собраны в более крупные соцветия, которые по своей структуре напоминают соцветия щиток. Цветки тысячелистника бывают белого, слегка желтоватого или розового окраса. Они имеют достаточно характерный и не очень приятный запах. Тысячелистник начинает цвести в июне и цветет практически все лето. На месте цветков образуются плоды. Процесс плодообразования начинается в июле и продолжается до октября. Причем на одном растении может сформироваться до 25 тысяч плодов. Плоды эти достаточно мелкие и имеют строение тип семянка. Но и это не единственный способ размножения тысячелистника. Тысячелистник – растение корневищное. И под землей у него формируется видоизмененный побег. Корневище. Достаточно длинный, с большим количеством предаточных корней и подземных почек, из которых формируются надземные побеги. Тысячелистник встречается практически повсеместно в умеренной зоне северного полушария. Особенно много его в горах Средиземноморья. На территории России он растет почти везде, за исключением Крайнего Севера и полупустынных районов. Встретить его можно по окраинам лесов, на полянах, опушках, вдоль полей и дорог. Тысячелистник практически нетребователен к почвам. Растет везде, даже на песках, но не выносит затенений. Тысячелистник содержит большое количество биологически активных веществ. В частности, это алкалоиды. Например, алкалоид ахилиин, который был выделен именно из этого растения и назван по его латинскому названию. Здесь же содержатся дубильные вещества, которые обеспечивают вяжущее и бактерицидноество этого растения. Здесь содержится некоторое количество витаминов. В частности, витамин С и каротин, провитамин А. Здесь содержится и витамин К, который способствует укреплению стенок капилляров. А это, в свою очередь, ведет к тому, что тысячелистник используется как кровоостанавливающее растение. В тысячелистнике содержатся флавоноиды и некоторое количество эфирных масел. Кроме того, он содержит органические кислоты, такие как изовалерьяновая, муравьиная и аскорбиновая. Тысячелистник неоднократно упоминается в мифах Древней Греции. Впервые его медицинские свойства были описаны Авиценой в его книге «Канон врачебной науки». И в традиционной, и в официальной медицине растение это используется обычно как кровоостанавливающее, вяжущее, противовоспалительное средство. Кроме того, тысячелистник обладает и желчегонным свойством. Тысячелистник чаще всего используется для остановки кровотечения из ран и для скорейшего их заживления. Применяется он в этом случае в виде свежевыжатого сока или сушеной измельченной травы, которой посыпаются раны. Кроме того, тысячелистник применяют и при болезненных менструациях, а также при маточных кровотечениях непонятного происхождения. Также тысячелистник используется и при различных воспалительных процессах органов женской половой сферы, в том числе и в виде опрыскиваний при молочнице, а также в виде полосканий при воспалительных процессах рта, горла, верхних дыхательных путей, кровоточивости десен, при болезненных зубах и флюсе. Для лечения язв, гастритов и других заболеваний желудка используют отвар тысячелистника. Готовят его из расчета 1 чайная ложка сушеной травы тысячелистника на стакан кипятка. Доводят до кипения на водяной бане и кипятят в течение 10 минут. После чего отвар отжимают, разбавляют кипяченой водой до первоначального объема и пьют по полстакана 3 раза в день. Для лечения инфицированных ран, язв и фурункулов используют настой тысячелистника. А еще тысячелистник можно использовать как средство, улучшающий аппетит. Для этого смешивают сок тысячелистника с медом в пропорции 1 к 10 и едят по столовой ложке перед едой. В медицинских целях обычно заготавливают побеги тысячелистника в период их максимального цветения. До того, как цветочные головки потемнеют и примут неприятный вид. Побеги срезают высотой около 15 сантиметров с помощью ножниц или серпа. Сушат их обычно под навесами, на чердаках или в сушилках при температуре около 50 градусов. В некоторых случаях заготавливают не побеги целиком, а только цветочные головки. Срок хранения сырья тысячелистника около двух лет. Готовое и высушенное сырье имеет характерный горьковатый запах и очень пряный вкус. Тысячелистник используется и в декоративном цветоводстве. Особенно хорошо он смотрится в виде бордюрных клумб. Существуют даже особые сорта тысячелистника с ярко окрашенными пышными цветами. А в некоторых государствах тысячелистник используется и в кулинарии, как приправа к мясным и рыбным блюдам, а также блюдам из дичи и картофеля. А еще тысячелистник используют для приготовления многих напитков. В частности, он входит в состав многих горьких алкогольных настоек. Так же, как и другие сильнодействующие лекарственные растения, тысячелистник стоит применять с особенной осторожностью и не превышать рекомендованных доз. Так же тысячелистник не рекомендуется применять во время беременности и людям, склонным к повышенной свертываемости крови. А напоследок хочу дать вам один небольшой кулинарный совет. Попробуйте во время приготовления мяса, за 15 минут до полной готовности блюда, кинуть в трюлю побег тысячелистника. Моей семье рецепт очень понравился. А я желаю вам здоровья!